Жители восьмого квартала в новом городе беспокоятся за своих детей. Родители не устраивают отсутствие школы в микрорайоне Волжские кварталы. В прошлом году мы уже рассказывали о проблеме, но по сей день ситуация так и не изменилась. Сейчас в квартале проживает более трех тысяч человек. Соседней школы далеко, да и дойти до них детям не так просто. Рядом оживленная трасса и пешеходные переходы без светофоров. Как отмечают сами жители, при покупке квартир застройщик компания «Запад» обещал построить в микрорайоне и школу, и детский сад. Когда мы покупали квартиру, здесь были нарисованы садики, школы, все, и остановки, транспорт. Но по истечении этого времени мы видим, что дома сдались, а дальше ничего не движется. Вот у меня сын, мы могли бы отдать его уже в сентябре в школу, но мы год еще будем ходить в садик, потому что мы еще до сих пор не решили, каким образом мы будем отводить ребенка утром в садик. Как удалось узнать в прошлом году нашему телеканалу в градостроительном плане города, строительства образовательных объектов предусмотрено не было. Но жители в беде не бросят. Мэр Дмитрий Вавилин уточнил, что часть запроектированных домов, возможно, придется убрать, так как площадь ограничена. Кроме того, с 1 марта начнет действовать 35 маршрут, который также будет проходить через Волжские кварталы. Таким образом, доезжая до ближайшей школы, будет комфортнее. Чтобы просто удобнее было добираться до школы, мы с 1 марта открываем маршрут, 35-й будет здесь проходить у вас, для того, чтобы можно было на автобусе до школы добираться. Этой зимой жители также жаловались на неочищенные тротуары вблизи квартала. Сейчас эту работу выполнили, а с недобросовестным начальником участка трудовой договора расторгли. Нерешенными оказались проблемы с канализацией, размещением контейнеров для сбора мусора, благоустройством спортплощадок. Все эти недочеты по сей день доставляют владельцам квартир в микрорайоне неудобства. Детям, подросткам некуда идти, они шарахаются у нас по лавочкам, по скамеечкам. Спортивная инфраструктура, нет, они спортом занимались. Была вот тренажерная, ее срезали. На данный момент в микрорайоне достроены последние проблемные дома. Агентство государственного строительного и жилищного надзора продолжает контролировать ситуацию с квартирами, в которых заканчивается ремонт от застройщика. Что касается 44-45 дома, которые у нас находятся, так называемые Волжские кварталы, дома были введены в эксплуатацию в прошлом году, в октябре. И те квартиры, которые передавали жильцам без отделки, были переданы. Те квартиры, которые передаются полностью с готовой отделкой, застройщик заключил договора подряда на выполнение данных работ. И по договору подряда он планирует передать данные квартиры уже полностью отделанными в конце марта этого года. Так как микрорайон молодой и активный, городские власти предложили жителям микрорайона объединиться и создать ТОС, чтобы решать все проблемы быстрее. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.